Всем добрый вечер, я Зев Рубенс, мы продолжаем наши 13 принципов рамбома, и сегодня мы опять-таки, я надеюсь, закончим вот концепцию рамбома про отрицательные атрибуты Всевышнего. Мы увидим, к какому парадоксальному выводу рамбом приходят, совершенно не то, что можно предположить и подумать. Мы в конце первого раздела, или первой книги, тут не для заблудших, где рамбом расшифровывает свой подход, мы говорили про отрицательные атрибуты, рамбом, кратко содержание предыдущих серий, рамбом говорит, что есть много недостатков, когда мы описываем Всевышнего позитивными атрибутами, позитивными терминами, да, опять-таки, очень часто человек, то, что для себя, для человека считает хорошим, он приклеивает, апеллирует к Всевышнему, например, движение, жизнь и так далее, но вместе с этим, опять-таки, возникает проблема, так называемой, добавочной сущности. Мы добавляем к Всевышнему то, чего, то есть он един, у него сложная одновременно простая сущность, и о сущности рамбом писал нам в прошлых главах, что сущность его понять невозможно, можем понять его действия. На языке рамбома мы пытаемся понять бытие действия Всевышнего, а не его чтойность, его сущность. И сегодня, опять-таки, вот попытаемся закончить, и придем, рамбом приходит к очень неожиданному выводу, значит, как вот быть с этими атрибутами Всевышнего. Итак, мы в середине, ближе к концу 58 главы первой книги, первой главы «При для забудших». И так тебе стало ясно, что всякий атрибут, приписываемый ему Всевышнему, то есть любые атрибуты – это некая приписка, да? Рамбом упоминал, да, что люди, евреи, очень часто из добрых побуждений, думают, что у Всевышнего человека только круче его и по совершению. А так, более-менее, есть некое подобие, это вторая проблема в пассивных атрибутах, возникает подобие, которого нет на самом деле, между Творцом и сотворимыми предметами, сотворимыми людьми. Итак, всякий атрибут, приписываемый Всевышнему, есть либо атрибут действия, о, так вот Тора и Талмуда описывают Всевышнего в атрибутах действия, либо такой, смысл которого состоит в отрицании соответствующей лишенности. Лишенности, напоминаю, это то, что мы говорили, что он не несведущ, да, что мы говорили, что есть определенный минус Всевышний, Всезнающий, Всемогущий, Всемогущий, он может создать камень, который не может подняться, и так далее, и так далее, и так далее. Он все знает, он знает, что было с Йовом, как он допустил, он знает про катастрофу, да, в режиме онлайн и так далее, это вопрос. Да, значит, поэтому, опять-таки, мы говорили в прошлом уроке, что более корректно, но нам это тяжело человеческим разумом воспринимать такое вот двойное отрицание, то, что Рамбом называет отрицание лишенности, да. То есть, напоминаю, он не небессилен, не несведущ, незабывчив, небезразличен и так далее. Окей. Итак, в этом случае, если, значит, атрибут направлен на постижение его Всевышнего Сущности, а не его действие, опять-таки, по мнению Рамбома, понять Сущность Всевышнего невозможно. Но даже эти отрицания, вот которые он, Рамбом, как Рамбом, рекомендует, небессилен, не несведущ, незабывчив, небезразличен, но даже эти отрицания мы не употребляем, не применяем к нему, да, принесется его имя. Иначе, как в том смысле, в котором, как тебе известно, отрицают наличие предмета того, чего не может быть. Вроде как, мы говорим, стена не видит, да, стена не чувствуется и так далее. Ну, в общем, перевод на простой человеческий язык, это более верно, говорить отрицательным атрибутам про Всевышнего, но нам, мы это не воспринимаем. Это отрицательные атрибуты у нас интуитивно, есть проблемы их использовать. Это как будто, опять-таки, хазарон, как будто недостаток у Всевышнего. Поэтому, опять-таки, несмотря на вот этот взгляд Рамбома, эта позиция не прижилась. И ни среди будут святолмуда, ни в практическом маудаизме. Тебе же, изучающим этот трактат, Муренову Хипутилю Заблучшим, известно, что мы измерили в пядях и в локтях эти небеса. Это вот, опять-таки, как будто мы измерили, да, мы рассказывали про книгу Даши Оркома, там, что Даши, даже, да, очень интересных вещей, опять-таки, что на самом деле все гораздо сложнее с внешним миром, миром, который вот выше Земли и Луны. Значит, нашему знанию доступны размеры их частей, вот этих вот небесных тел, большая часть совершаемых им движений. Тем не менее, то есть Рамбома – это простой пример, астрономические небесные тела, но, тем не менее, наш разум оказался совершенно бессилен постичь их сущность. Согласно Рамбому, есть некая сущность у небесных тел, он будет про это говорить подробно в начале второй книги Книги Заблучших. Как я уже говорил, он пишет напрямую, у небесных тел есть душа. Так утверждает Рамбом, ни больше, ни меньше. И мы не можем понять эту душу. Опять-таки, намеки на эту душу, я говорил, есть масса ведрашей, там, как Луна и Солнце разговаривают и тому подобное. Да, то есть ведут себя как люди. Это вот из-за этой вот темы, что есть некая сущность небесных тел, которую мы тоже не можем понять. Сегодня, опять-таки, на уровне наших научных знаний звучит более чем странно это утверждение, что у небесных тел есть душа. Но, опять-таки, это, во-первых, уровень тогдашнего знания науки, который был в очень раннем Средневекове Рамбом. Во-вторых, опять-таки, это вещь не галактически обязывающая. То есть не Рамбом, а не нас с вами. Опять-таки, это его взгляд очень интересный. Опять-таки, мы есть на что опираться. Опять-таки, медраши, третий уровень, рашка была и так далее. Но, опять-таки, практических следствий этого очень мало. Поэтому ставим это как есть. Рамбом, возьмем просто его некую идею, что даже мир небесных тел, мир астрономических небесных тел, мы постигаем размеры. То есть сегодня, опять-таки, да, мы постигли расстояние в световых годах, телескоп Хаббла и так далее. Но, тем не менее, сущность этих небесных тел мы не можем постичь на самом деле. Оставим в сторону, есть там душа или нет. Но, действительно, даже простой вопрос, если жизнь на Марсе, недавнее выяснилось, что есть примитивная какая-то жизнь на уровне клеток, и вроде как Марс близок к нам, одна из самых близких небесных тел, что уж говорить там про более дальние планеты, про Сатурн, Юпитер, звезды и так далее. Поэтому, действительно, даже с нашим большим, огромным знанием космоса, галактики и вселенной, опять-таки, мы твердо знаем, как говорил Сократ, что мы не знаем. Даже на уровне простого знания, простых размеров, что же говорить про более сущностные вещи. Поэтому, как бы, теперь сделайте Хальвахомер, теперь сделайте правила, тем более, если Рама говорил про небесно-стромические тела, тем более Всевышний. И от того, что мы не можем описать их иначе, небесные тела, как не вполне адекватными терминами, обходясь без утверждения достигающих точности, да, то есть, смотрите, даже простую вещь, небесные тела, мы не можем точно описать. Мы говорим, что небеса не легки, не тяжелы. Им не свойственны аффекты. Аффекты – это эмоции, да, разные. Эмоции, радость, гнев и тому подобное. И поэтому они, небеса, или, скажем, вся астроническая система, не воспринимают никаких влияний. Они влияют ни вкусом, ни запахом. И опять-таки напоминаю, что у Рамбома есть очень интересный концепт, в котором он частично согласен с Аристотелем, относительно вот Мазалот, относительно вот этих вот звезд, созвездий, которые влияют на судьбу человека, на разную предупреденность. Мы про это говорили вначале. Поэтому под ними он описывает и небесные тела, и Мазалот. Вот эти вот звезды, созвездия, звезда, подкородился человек, влияние на судьбу и так далее. Все это вместе, да? То, что вот это вот каждая звезда своего человека, у нее нет аффектов, нет эмоций, нет ни вкуса, ни запаха, и другие подобные суждения не работают. Вот этих Мазалот всех созвездий. Все это, наше отношение к этим небесным телам вызвано нашим неведением относительно этой материи. Да, что мы по-настоящему не знаем суть астрономических небесных тел. Мы знаем их название, мы знаем, когда Марс, когда Венера, когда Луна появляется в небе. Мы знаем немало, да? Календарь и тому подобное. Тем не менее, суть этих небесных тел мы не знаем. И это, это мнение Рамбома и тогда, и сегодня действительно таки верно. В таком же положении, то есть здесь есть параллель, теперь переводим мостик на Всевышний. В таком же положении окажутся наши разумы, каждого отдельного человека, когда Он возжелает постичь того, кто свободен от всякой материи. Всевышний. И просто абсолютно простотой. Вот это вот, просто абсолютно простотой есть наша проблема, любые вот атрибуты, они добавляют некие сущности Всевышнего. Просто абсолютно простотой, необходимо сущего, Рамбом Брайдер говорил, что необходимо поддержать нашего мира в порядке, в хаосе, у которого нет причин. Чей совершенной сущности не сопутствует ничего добавочного. Да, то есть наша основная проблема в описании Всевышнего, мы добавляем к нему самые разные вещи. И таким образом, мы не можем постичь ничего, кроме Его бытия, кроме Его действий. Кроме того, что Он есть сущий, которому нельзя уподобить ничего из тех сущих, которому дал существование нам. у которого никаким образом нет ничего общего с ними. У Всевышнего нет ничего общего с нами, с сотворенными. Которое не есть Он. Да, то есть опять-таки, Всевышний не творит других Всевышних, мы про это говорили, отношение которого к миру можно уподобить отношению кормчиво к управляющему кораблю. Это знаменитая метафора. Она присутствует у наших мудрецов, Рамба мы ее используем. Она присутствует очень ярко, например, в одном из пьютов на Рошашана. Когда, значит, мы говорим Кэна Нахну Беатха, мы в твоей руке. Значит, и дальше, значит, Всевышний присутствует со самыми разными эпитетами, например, там, как Стекладу, который хочет, делает из стекла, надевает так, хочет по-другому, хочет, создает кувшин, хочет, разрушает. Да, значит, и там, значит, один из, одна из параллелей, значит, в этом пьюте, в этом стихе молитвы на Рошашаналим Кипу, значит, что ты, значит, как капитан корабля. Значит, хочешь, держишь труба в своих руках, хочешь, отпускаешь. Да, значит, отпускаешь это вот на волю вот этих вот всех мозолот, созвездий, звезд, планет и так далее. И поэтому, значит, мы просим тебя, Барашян Кипур, да, значит, что не отпускай наш корабль, наш мир и нас на волю судьбы, да, на волю всех этих звезд и мозолот управляем им напрямую. Не отпускай штурвал, да, поэтому вот этот вот, вот эта метафора, что он как кормчик, как капитан корабля, который управляет кораблем через штурвал и так далее, вот Рамбам тоже использует эту метафору. В дальнейшем мы разъясним этот вопрос более подробно. Во второй главе. Сори, в конце первого. Да, восславится тот Всевышний, кто, возрев на самость которого, на суть которого, разумы, наши человеческие, обращают свое постижение в немощь. То есть, наше постижение асага на иврите. На языке кабалы есть такое выражение байла асага, человек, который может и уже что-то понял из божественных наук. То есть, я объясню, есть некое простое знание, человек знает, Тору, Пророка, это знание есть, школьники учатся, дети в детском саду учатся, но истинное понимание, как вещи функционируют, это абсолютно что-то другое, это несколько ступеней выше. Поэтому, значит, в кабале и в хасидизме есть такой вот термин байла асага, человек, который понимает, может быть, не все, но определенные вещи, он уже понял, или он способен, находится на таком уровне познания божественности, что он способен что-то по-настоящему понимать. Поэтому основные разумы простых людей, они вот, все их постижения это немощь, по сравнению и со Всевышним, и с такими вот продвинутыми людьми. И эти люди, посмотрев на порождение деяний его, порождение его деяний, это вот причинно-следственная связь, когда одно порождает другое, и это вот та самая божественная мудрость, это то, что мы говорим утром, каждый день, значит, есть в молитве, есть тоже два, значит, стиха, значит, один Адону Ламу, другой Даль, они, значит, похожи в смысле философском, в смысле идей, там закодированы 13 принципов веры Рамбам, настолько, что в сефардской, значит, версии, значит, нашгеназ в последней строчке отсутствует, значит, эле шоши сри эйкарея муна, шри рамбам, то есть сефарды, значит, поют в шаббат, это 13 принципов веры, которые, значит, вот Рамбам нам передал во втором здесь в пьюте Игдаль. И там, значит, фигурирует такое, значит, вырождение, значит, что знающий конец из начала, то есть, значит, конец из начала, это вот породивший порождение, причинно-следственную связь, там, опять-таки, есть так объясняющие раввины революции, да, например, революция Чарльза Дарвина, порождение видов, да, поэтому сам Чарльз Дарвин, кстати, был близок к подобному объяснению, он понимал проблему, которая вызвала его книга, он сам в ней изложил, он был в Виканске священник, он написал, что его ответ на теологическую проблему, что Бог породил эволюцию, он стоял в начале такого ответа Дарвина. В любом случае, вот это вот порождение деяния его, это вот от самого-самого начала, от большого взрыва, говоря сегодняшним научным языком, до сегодняшних дней и даже до мессии, даже после это вот порождение деяния его. Мы обычно опять-таки в концепции, да, что мир создан для меня, так, так говорит Нидрашаба, в смысле человек, должен каждый человек, помнил, мир создан для меня, говорим, что вот мы венец творения, это нам учлестит, это правильно, да, опять-таки, это порождает большую ответственность для нас, одновременно это опять-таки приводит к изличной гордости, вот мы самые крутые, наше поколение. Это очень спорная, спорная идея, опять-таки, мы не сомневшись, технологически, очень развиты, но вопросов духовности, возможно, мы уступаем. А поэтому Равкук, например, писал, что есть одновременный взаимопротиворечивый процесс, обратно пропорциональный, значит, чем больше вещество продвигается технологически, в поколении в наше, тем, значит, оно опускается духовно, противоположные лестницы, поэтому все не очень прямо линейно, однозначно. В любом случае, если мы посмотрим на порождение, значит, деяния его воли, да, опять-таки, все порождено его волей, Всевышнего, то люди обращают свое знание в невежество, то есть, на самом деле, наше человеческое знание, это не знание, это невежество, да, это то, что Билл Сократ, я знаю, что я не знаю, да, то есть, знание, это вещь относительная, да, значит, и поэтому люди тщетно пытаются возвеличивать его описаниями, языки обращают в свое красноречие, в красноязычие, в немощь и так далее, то есть, опять-таки, вот эти вот все попытки, сейчас мы увидим, как рамбам проедется по краснобаям, которые, значит, приписывают Богу самые разные вещи, окей, теперь, значит, здесь есть очень-очень интересный вопрос, который рамбам сам, как это, макше, сам себе осложняет, вопрошающий может задать вопрос, сказав так, поскольку нет никакого способа постичь истину его сущности, мы уже сказали, что постичь сущность всевышнего невозможного диетического разума. И доказательство оставляет нас признать, что постижимо только его существование, которое проявляется в делах, на наш мир, а позитивные атрибуты, как было доказано вот этих вот в десятых главах первой книги, недопустимы. То есть, опять-таки, рамбам сходит из-за того, что человек, который учитывая книгу, согласен с его методологией доказательной базы, да, позитивные атрибуты недопустимы, потому что, опять-таки, они более чем проблематичны, то в чем же состоит различие в достоинстве между постигающими? Постигающими, титболея сага, перевод. В чем смысл тогда пытаться понять Всевышнего, если мы по определению не можем его понять? Ведь, если это так, что мы не можем понять суть Всевышнего, то Моисей, наш учитель, благословенный памяти, и Соломон, приводится как сам мудрый человек на земле, царь Соломон, постигли то же самое, что постигать любовь из учеников, что нельзя описывать Всевышнего последовательными атрибутами, да, и прибывать к этому ничего невозможно. То есть, если так, то как можно изучать, ну, не божественные законы, а именно, вот, скажем, ну, кабалу, да, вот, попытаться понять Всевышнего как такового, как суть, как сущность, его чтойность, да, то есть, окей, поспорим сякотовыми формулами, которые нам оставили Моисей и Соломон, благословенный памятник, и все, и закрыли книжки, в этом вопрос, да, то есть, как бы, человек может отчаяться, да, вот это вот огромная разница между человеком и Всевышним, если так, окей, мы можем изучать определенные аспекты Торы, там, Галаху, Танах, Тору, самые-самые разные, чем можем, а вот центральный вопрос, а что ж такое Всевышний, даже не будем и начинать, это вопрос, на что же нам делать, однако, согласно мнению общепринятого, и среди приверженцев закона, и среди философов, приверженцы закона, это евреи, философы, это нееврейские философы, да, то есть, согласно общепринятому мнению, и среди евреев, и среди евреев, здесь, опять-таки, в скобках только, Равкапах замечает, что Рамбом ведь довольно иронично, мягко говоря, он очень критично относится к общепринятому мнению, мы это видели, да, то есть, стереотипного спрятия толпы, он, мягко говоря, легко с него смеется иногда сильно, да, почему же здесь он апеллирует к общепринятому мнению, которого он, как правило, не любит ответ, что это такая вот методика, которую Аристотель использует в своих книгах, например, о небе, и поэтому это такое дополнительная помощь доказательств, да, то есть, это не основа, опять-таки, Рамбом отрицает общепринятые мнения, там, масса сблуждений, стереотипов, как у евреев, так и у неевреев, мы это видели, да, но иногда, как на начальном этапе логической цепочки размышлений, в данном случае он это использует. Итак, существует множество, как среди евреев, так и неевреев, существует множество различных степеней достоинств, мыслительных, это ответ на первый вопрос, как же мы будем постигать сущность Всевышнего, а знай же, что так обстоит дело и различие в степенях достоинств среди постигающих, болея сагал, то есть, пытающихся понять Всевышнего, и разница в этих достоинствах, это не добродетели, опять-таки, это не черты характера, это не поведение, это именно вот духовный уровень развития, которого достигающих, сейчас увидим, рамбом подробно более будет говорить, там есть очень-очень разный уровень, ибо, как при добавлении все новых атрибутов, даже неверных, как позитивных, так и негативных, и описывающих приближается все более полная спецификация, о, единственная хорошая вещь по рамбому, это вот более полная спецификация Всевышнего, помните, на прошлом уроке мы описывали вот спецификации отрицаниями, что там бежит, это что-то живое, да, мы не знаем, человек, животное, что в доме, значит, какое-то тело, не камень, да, не растение, да, это вот спецификация, отсекаем все лишнее, поэтому любой атрибут, как позитивный, негативный, единственное, что в нем хорошего, это вот некая спецификация, уточнение, сужение рамок, и описывающий приближается к постижению его истинной судьбы, посредством вот спецификации отрибут, и таким образом ты приближаешься к постижению его, и ты будешь ближе к нему, чем тот, кто не отрицает суждение о Боге, в отрицании которых кто доставлялся последствия доказательств. То есть, все вот эти вот изучения древнероскослового мозрения, философия, говоря сегодняшним языком, вся философия может показаться лишней и такой вот излишней. Соломон про это пишет в Книги Куэле, значит, умножающие знания, умножающие тлен, есть масса таких цитат, что вот я умножал знания и ничего хорошего от этого не ушло. Так вот, опять-таки, нужно понимать там, про что говорит царь Соломон, в Книги Куэле это совершенно определенная там вещь описана. Тем не менее, опять-таки, я напоминаю, что Рамбом писал нам здесь же в Путюре заблудших, что тот, кто больше занимается божественными руками, любыми, любым аспектом, не обязательно Кабалой и кто есть Всевышний, Галахой, Танах, чем угодно, да, то, опять-таки, Всевышний ближе к нему, и он ближе к Всевышнему, и Всевышний как бы больше его защищает и управляет им более напрямую. Это взгляд Рамбом, мы его зачитываем. Да, значит, поэтому есть смысл в постижении попытки постижения божественности, даже зная, что сущность его, мы не постигнем только его бытие, только его дело. Поэтому бывает так, что какой-либо человек несколько лет трудился, стараясь понять некую науку, любую науку, под наукой понимается доказательная наука, исследовал истинность ее постулатов, опять-таки, один за другим, чтобы убедиться в ее достоверности. А вывод из всей этой науки будет исключение из представления о Боге некоторых аспектов. То есть, человек думал, что Бог так-то и так-то, но учился несколько лет, выяснилось все, что он предбогал, думал, ничего подобного, все наоборот. Возникает вопрос, зачем тогда учиться, да, умножающий знание, умножает там скорбь, да, по мнению Куэль-Ли царя Соломова. То есть, тут изначально есть некое разочарование. Скажем так, наш этот изучающий, который несколько лет трудился, трудился реально, вкладывал свои силы, интеллект. То есть, человек, скажем так, он понял, что не, он не понял, что да, относительно Всевышнего. И в этом, опять-таки, вот разочарование. Значит, другому же, кто пренебрегает умозрением, кто пренебрегает философию. Я говорил, что в сегодняшнем иудаизме и тогда, в эпоху Рамбама, был подход, который говорил, что не нужно учить философию. Ни классическую, нееврейскую, там, Сократ, Платон, Аристотель, и нееврейскую философию. Поэтому Рамбама не очень воспринимали, так как он был Аристотель, якобюнец, революционер, так и воспринимали отрегленные круги в еврейском мире. Да, и так, другому, кто пренебрегает философии, то есть, он изначально не вкладывает, он считает, что это лишнее, ненужное, запрещенное, как хотите. То же положение не представляется доказанным, то есть, вот эти вот все философские постулаты, которые, Аббат говорит, может доказать, он, этот вот, который изучал философию, испытывает сомнение по этому поводу, по поводу божественной сущности, не зная, наличествует ли у Бога тот или иной аспект или нет. О, здесь, опять-таки, Рамбам недвусмысленно говорит, что по его мнению нужно учить философию. Более того, в каком-то плане он смешивается сознательными, не разделяет еврейскую, нееврейскую, еврейскую, нееврейскую философию, он их, конечно, разделяет, он, конечно, не согласен с выводом греческой философии, который против Игоряча Торин, про это говорил и писал. Одновременно, опять-таки, он говорил, что я могу вам построить инсультальную концепцию, даже при идее, что мир был вечен, я примерю взглядами Торы, что есть Всевышний, нужно соблюдать его Тор. В общем, Рамбам нужно учить философию, умозрение. Третий из тех, чей разум слеп, это вот классический представитель общепринятых мнений, такая толпа простого человека, будут утверждать то, то отрицание, чего было доказано. То есть, есть люди, которые пребывают в заблуждениях относительно божественности, опять-таки, неважные греи, они убеждены в абсолютно неправильных вещах. Например, я докажу тебе, что он, Всевышний, не телесен, не материальный, а некто другой будет сомневаться в этом. Кто у нас сомневается? Как предложение назад? А тот, кто не учит философию? Тот, кто говорит, это умножающие знания, все, нехорошо. Нужно только Аллаху и никаких философий. Итак, я докажу тебе, что Бог не телесен, некто другой будет в этом сомневаться, не зная, телесен он или нет. Третий же человек, будет категорически утверждать, что он телесен. О, это человек из простых общепринятых мнений, которые говорят, что был как человек, только покруче и по совершению. И он, святая вера, предстанет перед Богом после 120. Итак, у нас есть три человека. Один, который идет по Рамбаму, он занимается изучением его зрения, философии. Другой не занимается, он изучает другие аспекты божественных наук, и поэтому у него есть сомнения в тех иных аспектах. А третий вообще ничего не учит, он там простой человек, неважно, он все равно не веет, и у него абсолютно невообразимые ошибки в вере, и с этим он после 120 поднимется всевышнего неба. Сколько же велико различия между этими тремя людьми? Это опять, так и ответ на вопрос, да, что же нам делать, мы не можем простить сущность всевышнего, сущность всевышнего. Это ответ вот на вопрос в начале 59-й года. Первый, несомненно, близок к Богу, тот, кто занимается умозрением, несмотря на все трудности, несмотря на то, что он тратит на силу много лет, и с парой лет он поймет, что он думал неверно, что верно, он еще не поймет. Первый, несомненно, близок к Богу. Второй, который сомневается, такого не учит умозрению философию, далек от него, далек, человек, который изучает иудаизм, изучает, то он лудно, определенную часть познания всевышнего человека опускает и тем самым отдаляет себя от Всевышнего и от его ажгахи, от его божественного руководства миром. А третий, еще дальше, с третьим, все понятно. И вопрос там думает, что Бог телесен, Бог как человек, только чуть покруче. Поэт, подобно этому, допустим, то есть четвертый, есть еще четвертый, есть еще более крытый уровень, известно на основании доказательств невозможность наличия у него, у Всевышнего аффекта. О, есть человек, который не просто изучает философию умозрения, а который несколько лет трудился, и он понял, что у Всевышнего нет эмоций. Это вот то, что написано, Всевышний радуется, огорчается, расстроен, придумал, что он сдал мир на его поток, да, то есть мы все говорили, да, что у Всевышнего нет эмоций. На языке Рамба у него нет аффекта. У него нет аффекта, да превознесется он. А первый, который, опять-таки, мы сказали, изучает умозрение, изучает философию, не обладает таким доказательным и знанием. Он еще не дошел до этого. Он изучает философию, изучает умозрение, до этого уровень доказательств еще не достиг, еще не прошло их следов. Это четвертое, несомненно, ближе к Всевышнему, чем первый. О как! Таким образом, опять-таки, мы видим, как Рамба великий кодификатор, он постоянно вот в Мишне Тура он формулирует, что выше, что ниже. Здесь он описывает то же самое словами. Итак, у нас есть самый низший уровень, это простые люди, которые просто выдумывают вещи про Всевышнего, то, что удобно, или нравится, или хочется, чего вообще в том мире не надо. что-то бухтелесное из других заблуждений. Это, опять-таки, тут даже не о чем говорить. Есть люди религиозные, которые изучают религиозные законы, но философию, умозрение не изучают, и поэтому у них есть сомнения в вере. Сомнения в вере, это очень интересная тема. Есть третьи, которые, опять-таки, выше вторых, которые занимаются, изучают философию, и они близки к Всевышнему. Есть четвертые люди, которые не просто изучают философию, они даже знают на уровне доказательств. То есть, им доказано, и они могут как-то понять это доказательство, что у Бога нет аффекта, нет эмоций. Другими словами, эти вот антропоморфизмы, это метафора. То есть, человек реально это не просто знает, понимает доказательную базу, они еще ближе к Всевышнему этой четвертой. И так, всякий раз, если найдется индивидуум, аподектически убедивший о невозможности приписать прознесенного качественные вещи, аподектически это неопромежимо доказательно. Не просто есть доказательства, иногда бывает, что одну вещь можно доказать разными путями. Одно доказательство легкое, другое сложное, одно короткое, другое длинное. И мы видим, что Рамбам не все доказательства воспринимает. Для него доказательство это только неопровержимое доказательство, которому никак невозможно проверить, невозможно подкопаться. Поэтому многие мысли, например, Мутакалим, исламских ранних философов и Ашария и так далее, не смотря на то, что там есть рациональное зерно доказательства, Рамбам их отвердяет, потому что доказательства не бесспорны. Его можно оспорить. Поэтому это не абсолютное доказательство. Это определенное доказательство. На определенного человека оно сработает, а на продвинутого, крутого не сработает. Человек на это возражение. И тогда что? Вся вера рухнет. Поэтому для Рамбома доказательства, они вот должны быть аподектическими. То есть обладать 100% доказательной базой. Однозначно. Как говорится, железная как стенка. Итак, если вот есть такой человек, который абсолютно убедился в невозможности приписать Сидишнему многочисленные вещи, которые нам, людям, представляются возможными. Мы радуемся, мы огорчены, мы сожалеем о чем-то. Если бы мы знали заранее, что будет, мы поступали бы по-другому. То есть мы, грубо говоря, свои эмоции, свои познания в жизни перекладываем Всевышнего. Так и Всевышний сдал человека, потом воскорбил сердце своем. Так люди воспринимают эту фразу. Создал, поэтому навел потоп и так далее. Опять-таки это классические такие вот понятия библейской критики. Очень часто разные протестантские священники и деканы оперируют такими вот доказательствами в кавычках. Да, поэтому Всевышний выходит там человеком, да, который изначально не знал, что будет относительно близко. Да, то такой человек несомненно более совершенен, чем он. Да, то есть этот вот человек, который не просто занимается умозрением, философией, не просто пытается постичь суть Всевышнего, зная, что она невозможна на самом деле, а пытается постичь ее на уровне аподектическом, на уровне абсолютного доказательства, способен его понять по-настоящему. Это Бааля Асага. Это человек, который понимает, вот как Бог руководит миром в той или иной степени. Этот человек, он вот совершенен. Больше совершенен, чем мы. Обыкновенные люди. Рабам все как-то к обыкновенным людям, как это и странно звучит и звуки. Поэтому, опять-таки, ответ вот человеку, который сомневается, что же нам делать, если невозможно постичь суть Всевышнего, ответ все равно нужно пытаться не изучать. Поэтому Каббала несомненно знает, что невозможно постичь суть Всевышнего, тем не менее, она пытается сделать в том степени, даже если вот разные книги на уровне Шур-Кума, который, да, значит, троллит людей, которые расправляют буквально самые разные вещи. Поэтому, опять-таки, по Рамбаму важен не только конечный результат, а важны также промежуточные результаты. Вот эти вот разные ступени знания. Вот это вот четвертая ступень, да, что человек знает, что у Бога нет эффекта, нет эмоций. Это уже очень-очень крутая ступень. Или, например, пятая ступень, которая записывает, что человек понимает абсолютно, абсолютно понимает доказательства, что у Превознесенного нет многочисленных аспектов, которые мы ему приписываем, как позитивных, так и негативных. Это вообще очень-очень крутой уровень развития, поэтому интеллектуального. Это вот осага, понятие божественности, и поэтому даже вот эти промежуточные результаты, которые еще не гарантируют конечного полного знания всего и вся, тем не менее, они сами по себе достаточно важны, они награды этому человеку, что он близко к Всевышнему, Всевышний близко к нему, и больше им занимается, и Ашгаха Пратит больше работает, и больше вас спасает, и защищает, да, значит, это вот ответ Рамбрама к вопросу, который спасает человек, если мы можем простить Всевышний, зачем тогда даже начинаться, дабы учить другие стороны Торы, ответ нет, нужно учить и центральный вопрос, что же такое Всевышний. Итак, тебе было разъяснено, что всякий раз, когда ты аподектически, абсолютно, познаешь отрицание, отрицательный атрибут Всевышнего, что он не, вот эти вот спецификации, отсечение лишнего, приписывая, отрицание каждой, приписывая ему вещи, ты становишься совершеннее, о как, каждый раз, когда мы что-то пронимаем по Всевышнему, по-настоящему понимаем, не нам кажется, а по-настоящему, потратив годы жизни, мы становимся совершеннее, потрясающе, да, и всякий раз, когда ты приписываешь ему, Всевышнему, что-то дополнительное, к его сущности, ты станешься одним из уподобляющихся, вот этим вот среднестатистическим людям, с общепринятыми меняем стереотипами, и удаляешься от познания его истинно-реальности, таким образом, ты удаляешься от познания и его реальности, удаляешься от него, да, поэтому человек, который ошибается в изучении божественности, он удаляется от Всевышнего, это то, что, это прямой ловит, который можно отсюда сделать, и именно таким путем подобает приближаться к постижению его, опять-таки, к постижению его, не его бытия, не его действия, и к постижению его, да, то есть, это вот сложная, непостижимая задача, тем не менее, по чуть-чуть как-то можно понять, занимаясь исследованием и изысканием до тех пор, пока не будет познана невозможность всего того, что невозможно для него, но непосредством его сущности и также непосредством мнения, что его аспект это совершенство, сейчас увидим Рамбам отрицает, да, само слово совершенство, которое мы применяем к Всевышнему, на том основании, что, как ты видишь, он является совершенным для нас самих, ибо все совершенства, суть, смысл, некоторые приобретенные свойства, например, человек выучил, там, иностранный язык, английский, это приобретенные свойства, человек стал более совершенным, человек выучил еще и французский, круто, выучил 5, 8, 10, 12, 20 языков, да, то есть, это вот приобретенные свойства, то есть, человек становится более-более совершенным, он это приобретает в рамках познания, а не все приобретенные свойства присутствуют у всякого, кто обладает свойствами, о, свойствами-то обладает человек, у Всевышнего, как мы уже видели, нет свойств, и поэтому термин совершенства в нашем понятии человеческом, вот узнаем английский, потом французский, потом немецкий, потянем, вообще будет круто, да, Всевышнему, это вот понятие приобретенного совершенства, то, что мы, человеческое совершенство просто не имеют никакого отношения, да, поэтому иногда есть другой тип совершенства, ах, человек родился там, не знаю, красивым, да, то есть это вот от рождения, человек ничего не приложил, и это уже вот совершенно другой тип совершенства, но классическое вот совершенство это суть, некое приобретенные свойства, некие приобретенные знания, постижения. И даже такое совершенство к Всевышнему не применим. Я предлагаю остановиться здесь, потому что самое главное, изюминку оставим на следующий урок. Как говорится, и как же с этим жить? Как же с этим жить? Оставим на следующий урок. Вопросы по сегодня? И можно? И Розеф высказали такую фразу по поводу Всевышнего, что вот он на жвях и так далее. Но иногда он отпускает штурвал, руль и так далее. И поэтому все переходят под власть, так скажем, на золот и так далее. Природы. Это относится ко всему человечеству. И почему я спрашиваю? Потому что в другом месте как бы написано, что евреи не подпадают никогда под власть мазалот и так далее. Не только башгахальюна, только башгахалокит. Власть мазалот и так далее. Природу на них не распространяется. Я правильно понял? Окей, хорошо. Я понял, что было. Смотрите, Матан. Из-за того факта, что у нас вот этот вот пиют прописан в Рошан-Вем-Кипур, и мы просим не делать этого, не отпускать штурвал нашего корабля, мы видим, что это возможно. Есть на самом деле спор седьмое всего в Талмуде, как вот Всевышний осуществляет свое руководство миром относительно еврея. Есть разные мнения. Есть, опять-таки, мнение, которое вы оба процитировали, что одно мнение, что евреев там есть такое природное руководство, есть мнение надприродное руководство, что Всевышний руководит именно прямую. В любом случае, опять-таки, это тема достойной урока и ни одного. В любом случае, возможна ситуация, при которой еврей опустит себя святого верховного руководства, непосредственно руководства Всевышнего, на более низший уровень руководства, на уровень звезд, мозолот и естественных законов мира. Представим себе парамбаму. Вот мы говорим, человек, изучающий Божественность, приближается к Всевышнему, не изучающий отдаляется. Представим себе светского еврея. Не просто там не изучающий, не соблюдающий и не верящий. То есть, человек убежден, такие люди есть, к сожалению, что все в мире случайно, и так далее, и так далее. Ну, такое даже не атеист, агностик, осторожно скажем, агностик. Он как? Он парамбаму. Вызок Всевышнего или нет? Парамбаму он далек. Он отдаляется от Всевышнего. Не важно, он, его родители, воспитали, и так далее. Поэтому мы видим, что возможно, да, значит, природное руководство и для евреев тоже. Например, возьмем другой пример. Ровно наоборот. Я знаю евреев, которые свято верят в гороскопы на полном сервисе, без всяких шуток. Человек начинает день свой, неделю, месяц, год изучая гороскопы. Это, опять, гороскоп классический пример руководства миром через мозолок, через звезды созвездия. Такой человек, который искренне верит в то, что там написано, он под каким руководством живет. Понимаете, да? Поэтому, что я хочу сказать, что возможны самые разные сценарии руководства над евреями. И, кстати, возможен совмещенный сценарий. Когда и прямо божественное руководство, и мозолот, звезды. Я могу вам сделать такую схему мира. Я помню, нам однажды в Израиле сто лет назад дал урок на эту тему, короткий, где говорит, ты имеешь право выбора. А когда ты выбрал, ты живешь с этим выбором. Выбрал гороскопы, хорошо, звезды будут тобой руководить. Выбрал Всевышнего, хорошо, Всевышний будет тобой руководить. Поэтому сценарий неоднородный для разных евреев он может быть разностным. И в этом, опять-таки, в каком-то плане проблема, возможность выбора, когда евреи выберет более низшее руководство, чтобы звездами руководили Ани Всевышний. Если я правильно понял, то, что написано, что неважно, еврей соблюдающий, не соблюдающий, занимается городской бомбой, не занимается. Написано, что ам-кадоши, окей, коль евреи, это все башга, ха, эльюна. Я отвечу вам. Я отвечу вам. Это не факт. Я понял вопрос. Теперь ответ, хорошо? Я правильно понял, что это... Нет, я объясню. То, что вы цитируете, это руководство народа в целом, всего народа, коллектива. А каждый человек может опускаться на уровень звезды Мазалот. Окей? Как совместить высшее руководство и гороскопы, что все евреи как народу руководятся в священном прямом, а каждый, это вот, пожалуйста. Именно это я имел в виду. Все, я понял. Спасибо. Можно еще маленький вопросик по поводу Пиюта Игдаль. У меня в Сидуре корен сфарат, да? Нет этой фразы о том, что речь идет о 13 принципах храмбам, хотя я сразу же увидел, что да, они там и заложены. А в каком Сидуре это есть? Я не видел. У меня там несколько Сидур. Есть у марокканских евреев, там посмотрите. А, понятно. У марокканцев. Геменских евреев. То есть, если у вас корен там Ашкеназы или Сфард, то там его не будет. Да, у вас Сфард. А если возьмете Сефард или Нусахмиухат, то там будет. Спасибо. Окей. Мы на этом заканчиваем. Равзиев, а вот вы сказали, ну, по рамбаму, что стоит постигать суть Всевышнего. Стоит пытаться. Да. И в этом будет продвижение человеческого понимания, сознания. А важно же при этом, с каким намерением это хотят сделать, постигнуть суть Всевышнего. ведь от этого зависит многое. Какое намерение у человека, для какого цели у него это вообще идея. я с вами согласен, конечно, что нужно делать ради Всевышнего, ради славы. Мы увидим, что в конце рамбам скажет, в чем проявляется слава Всевышнего. Очень неожиданно. Конечно, опять-таки, это нужно делать не ради каких-то низменных целей, ради самых высших. Конечно, ради славы Всевышнего. Здесь очень важна кавана, вот это устремление чистое и непорочное. Согласен. А вот вы еще говорили про человека, который постиг или осознал, или как это вы сказали? Понял, понял. А кто знает, что он постиг? Он сам это чувствует или кто-то со стороны? Что рамбам формулируют, что человек не просто, знает что-то на уровне логического знания, а человек реально понимает это. Опять-таки, у нас мало слов в нашем языке. То есть, да, это вот человек сам, который все изучил и который, но на самом деле, опять-таки, не только человек сам говорит, окей, я знаю, но и другие, опять-таки, люди, опять-таки, все мы знаем, что в любой профессии коллеги свидетельствуют про другого, да? Талмуд говорит про пекаря, то есть, что пекарь не свидетельствует про свое тесто, другие даже свидетельствуют. Поэтому человек, который, Баля Сага, который, вот этот, 5 уровень, близок к Всевышнему, у него наверняка есть коллеги, его же уровня, только что же да, он на этом уровне. Человек сам про себя не говорит. Поэтому, когда есть сегодня всякие каббалисты, настоящие, псевдокаббалисты, все, кто про себя свидетельствуют, это не оно, это не оно. Настоящие каббалисты никогда не будут говорить, я знаю каббалу, я каббалист. Мы одна спросили нашего родина, знает он каббалу, ну, ну, кто же вам скажет? Это классический ответ. Поэтому, когда человек говорит, что он каббалист, он знает и то, знает все. Это звоночек, да? Это простой признак, что это не оно. Это даже не звоночек, это простое знание, что это не оно, что человек не знает. Колокол. Равзиев, а вот человек, который, ну, не этот, который осознал и понимает, да, что вы говорите, как вы его называете? Вот Баль. Баль Асага. Пятый вот уровень, который понимает, он достиг глубины понимания. Да. Понимает. А другие, а другие могут же, ну, он как бы очень далеко отошел от своего поколения вперед. И нужно время, возможно, чтобы те другие сказали о нем, что, да, он осознал. Бывает. Да, Как бы классический пример. Рамхаль, Рамхаль, Рабинахман из Бреслова, да? Да. Значит, люди только сегодня понимают увеличение. У него есть книжка сказки. У него есть там несколько сказок. Они переданы на русский, они в оригинале на Игошин. Видите, они еще 50 лет назад я встречал людей, ну, я не стал 50 лет назад, но это было, это же полтора поколения назад Либериле Рабинахман написал глупость. Сказка. Сегодня их изучают, люди делают доктора, там понимают, там глубокие талии. Так очень часто бывает, что человек что-то написал и умер, и только потом 100, 200, больше лет люди начинают оценивать. Так бывает. Так бывает. Да. Это говорит о том, что наше тогдашнее понимание абсолютно было низко, сегодня мы выше и лучше понимаем. Мы говорим, вау. Да? Ну, а вот есть проблема у этого человека, Валь, Асага, которым, ну, он как бы сам по себе, ну, в смысле, ему не с кем особо найти понимание. А есть люди, которые на его уровне, вот они будут провести это статус. Поэтому никогда не бывает, что человек был один на вершине. Да? То есть мудрецы наши подчеркивают, что был Моисей, самый крутой пророк, отец пророка. По-рампу мы увидим это в принципах веры. И мудрецы дорисовывают Белама, чтобы Моисей там не чувствовал себя один на вересте. И вот, оказывается, был не вереский пророк, который был, как Моисей. Поэтому никто никогда не бывает один. Да? Поэтому вот принято у нас говорить, да, что Соломон самудрит, это действительно так. Толмуд пишет нам сообщить, что был Ахитофель, советник царя Давида. Он был не менее круче, чем Соломон, возможно еще круче. И так далее, и так далее. Поэтому всегда находим, что человек не бывает один. Поэтому великие пророки их несколько. Это Шаяо, Иеремия, Ихескер, то есть малые пророки не один. Всегда мы видим, что поэтому даже вот эти пары всех зубот с конца второго храма всегда идет два. И так далее. Не бывает такое, что кто-то был один и все. Мир в равновесии. То есть у него есть с кем достойно общаться, да? 100%. Ясно. Интересно очень. Good, хорошо, тогда всем спасибо. И следующая у нас неделя, следующая среда это РФТШ-БАВ. По-моему, по-моему, да, это вот Тиша-БАВ. Да, поэтому мы тогда на следующей неделе 29-го не будем. Мы встретимся до 29-го июля. По поводу 5-го будем связывать с Натаном. Я, возможно, буду больше. Поэтому мы сообщим. На следующем деле РФТШ-БАВ. Окей. Спасибо огромное.